масло в двигатель заливается через заливную горловину которая находится в клапанной крышки двигателя из головки масло сливается по обратных каналах через блок двигателя в поддон щупом проверяется количество залитого масла уровень масла не должен выходить за пределы нижней и верхней меток косозубая шестерня коленвала приводит в движение маслонасос и трамблер масло из поддона через заборную трубку нагнетается в маслонасос выход маслонасоса разделен на два канала один канал ведет масляному фильтру а второй канал ведет к редукционному клапану насоса если давление масла на выходе из насоса превышает 6 килограмм на сантиметр запорный поршень клапана сдвигается излишки давления стравливаются на вход маслонасоса тем самым поддерживается стабильное давление вне зависимости от оборотов двигателя в масляном фильтре масло из колбы продавливается через фильтрующий элемент в центральную часть фильтра далее по каналу масло попадает к датчику давления и направляется к блоку двигателя здесь же находится предохранительный клапан он открывается в случае когда масло не может продавиться через фильтр когда из-за холода слишком густое масло или загрязнен фильтрующий элемент основной масляной канал блока цилиндров подача масла в головку от основного канала идут ответвления к постелям коренных вкладышей коленвала так Продолжение следует... Продолжение следует... Далее масло задавливается в масляные каналы коленвала и подается к шатунным шейкам, где также образует масляную пленку между вкладышем шатуна и шейкой коленвала. Продолжение следует... Выдавливаемые излишки масла из-под вкладышей разлетаются под действием центробежной силы. Брызги масла попадают на стенки цилиндров. При движении поршня вниз маслосъемное кольцо поршня снимает масло со стенок цилиндров. При этом создается некоторое давление масла между цилиндром и стенкой поршня. Масло под давлением высвобождается через вырезы в стенки поршня и впрыскивается внутрь поршня. Здесь оно попадает на верхнюю головку шатуна, в которой есть отверстие для смазки поршневого пальца. В головке масло первым делом попадает к одному из подшипников распредвала, образуя масляную пленку для подшипника скольжения. Далее масло направляется в оськоромысел, выпускных клапанов. Смазка центрального подшипника распредвала. И подача масла во внутренние каналы распредвала для смазки кулачков. Далее масло из оси коромысел смазывает последний подшипник распредвала. От него же совершается подача в ось коромысел уже выпускных клапанов. Так же, как и в картере, под клапанной крышкой образуется масляная пыль, туман, которым и смазываются остальные части, которым нет прямого подвода масла. Еще один выход смазки находится возле фланца звезды распредвала. Здесь происходит смазка стопорной пластины распредвала. Также излишки масла попадают на коленвал, разбрызгиваются и смазывают цепь ГРМ, после чего масло стекает обратно в картер. В предыдущем виде сборки этого двигателя была упущена одна деталь. Это уплотнительное кольцо тарелки клапана. Оно устанавливается во второй паз на ножке клапана. Сальников клапанов в этом двигателе с завода не предусмотрено. Шайба тарелки клапана ограничивает количество масла, попадающего на пружины. Уплотнительное резиновое кольцо блокирует прямое проникновение масла через сухари на ножку клапана. Тем не менее, все же некоторое количество масла попадает на ножку клапана. Этого количества вполне хватает для смазки ножки. Излишки масла стекают по конусной верхушке направляющей клапана. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых видео. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok